Всем привет, друзья! Это Даня Зевс. Если у вас есть скины, которые вы хотите обменять на лучшие, то рекомендую вам сайт tradeskinsfast.com. На сайте безопасные и автоматические трейды. А если вы добавите название сайта к себе, как сделал это я в никнейм, то получите скидку в 3,5%. Обменивайте скины на сайте tradeskinsfast.com. Привет, друзья! Я сейчас... Это Даня Зевс. Мы сейчас находимся на буткемпе... На нашем буткемпе Na'Vi. Уже много отсюда видосов, но мы так и не делали обзор этого дома. И что здесь происходит. Когда-то делал обзор этого дома Эдвард и Оан Сухарев. Но сейчас будет обзор буткемпа Na'Vi от Дани Зевса. Ну, начнем мы с того, что... Вот это вот наш двор. Вот, в котором сейчас просто идет дождь. Но вообще здесь всегда хорошая погода. И мы здесь делаем зарядку, какие-то упражнения. Вот эти прикольные камни. На них можно поставить ножку. Там или как-то поотжиматься. Короче, сделать все, что угодно. Бегаем здесь вокруг. Вот так. Ну, короче, делаем какую-то разминку. Делаем небольшие упражнения. Буквально там 20 минут, полчасика. Для того, чтобы... Для тонуса, скажем так, жизненного. Вот, в принципе, здесь больше ничего особенного не стоит. Но показывалось. Все самое интересное сладенькое у нас внутри. Так что, погнали. Ну, так как у нас мужской коллектив. Много живет ребят. У нас здесь, вы видите, все такое холостяцкое. Холостяцкий буткемп. Много разбросано обуви. И здесь, в принципе, мы все разбываемся, переобуваемся. Закрываем дверьку. Потому что холодно. Вот. И движемся. Ну, начнем с первого этажа. На самом деле, вот этот первый этаж, он здесь в первую очередь для релакса. То есть, для того, чтобы здесь прийти посмотреть какой-то фильмец по телеку. Можно подключить сюда ноутбук. Мы так делаем иногда, включаем какой-то фильм. Здесь также стоял раньше теннисный стол. Вот остались. Остались только теннисные ракетки с мячиком. Больше ничего у нас нет. Так, движемся дальше. Кстати, не все далеко знают, что вот эта картина, допустим, вот эта картина, это из Доту. Вот это путь. А остальные, ребята, вот этих два человека, вы должны угадать, кто это такие. Вот это очень крутой художник рисовал. Поэтому все не просто так. Ну, здесь у нас первая такая вот маленькая комнатка. Она у нас такая же есть на втором этаже. Это туалет с умывальником. Движемся дальше. Делать обзор вот этих вот комнат смысла особого нет. Потому что это, ну, покажи, как это комната, к примеру, менеджера. Здесь живет наш Юджин, уважаемый Евгений. Наш менеджер сейчас он уехал, но он скоро приедет. Здесь, в принципе, идет вот такой шкафчик. И заходим мы вот сюда, через вот эту дверь. И попадаем в такая же, в принципе, такой же туалет на втором этаже находится. У нас здесь туалет, душевая, биде, душ. Вот эта вот душевая кабинетка мне очень нравится, что она сделана именно в таком стиле. На самом деле, очень прикольно. И мы можем, получается, с этого туалета попасть в следующую комнату. То есть, теоретически, с той комнаты может выйти, к примеру, Ваня этот, потому что он там живет. А с той комнаты может выйти с той двери Юджина. И они могут вдвоем встретиться. И получается, если, к примеру, Ванька вышел с комнаты и, допустим, решил, ну, к примеру, покатать. Вот он сел. И получается, если вот тут дверь он не закроет, и с той двери выйдет Евгений Юджин, то он может увидеть Ваню, который сидит на унитазе. Поэтому приходится выходить с комнаты, идти вот сюда, подходить, закрывать здесь дверь на ключ и уже спокойно делать свои дела. Вот. В принципе, такая же ситуация и наоборот. Да, если выйдет Женя, и Ванька не закроет уже, получается, вот эту дверь, то может прийти к нему Иван. Вот эта вот комната, здесь у нас живет, как вы поняли, Ваня Эдвард и Александр Костолев. Симпл. Вот две комнаты, две кроватки. Давайте сделаем доброе дело для наших ребят. И заправим им постель, потому что, ну, как бы, мамы на буткенке нету. С папой приходится. Ребята все время тренируются. У нас, в принципе, с Михаилом Кейном такая же история с кроватями. Ну, как-то нет времени вот что-то идти заправлять. Какой здесь плюс, вот, именно, жизни на первом этаже? Ну, не знаю, плюс или минус, но вот такие вот длинные окна, на самом деле, мне это нравится. От пола, да? Такой вид сразу прикольный, просыпаешься, короче, ну, кайфово. И второе, то, что здесь ловит реально Wi-Fi. У нас в комнате, к сожалению, Wi-Fi не работает пока что. Ну, вот здесь дальше уже нет смысла туда идти. Там у нас просто комната. Не знаю, если тут есть где-то включатель, можно, конечно, показать. Ну, идея, что здесь стоит стиральная машинка. И вот такая большая тоже комнатка, в которой стоит и туалет там есть, умывальником. И здесь стиральная машина. И здесь есть рядом, как объяснил мне Ваня, это как сушилка. После стирки туда кладутся вещи, они там сушатся, там что-то ополаскаются и все такое. Движемся дальше. Это был первый этаж. Мы идем на второй этаж. Второй этаж, в принципе, всегда интереснее, потому что он более живой. Потому что там уже у нас будут люди, там у нас будут игроки уже. И вот, допустим, мы встречаем Александра Костелева. Пару слов. Мы делаем сейчас обзор биткемпа. Мы прям застали. Александр, вы посмотрели вашу комнату, мы сделали маленький сюрпризик. Да, да. Мы заселили кровать. Да. Мы хотели сделать что-то прям приятное. На самом деле у вас комната классно, у вас от первого сразу-таки окна двинули, пусть Wi-Fi ловит, да? Да, Wi-Fi очень классно на первом этаже, на втором читаю. На втором мы посасываем. Ладно, мы ведем там все движение, не будем тебя трогать, говори по телефону. Мы движемся вверх. О-о-о! Вот такие ступеньки, и мы поднимаемся на второй этаж. Вот, на втором этаже мы попадаем в большой зал сразу, да? Где, в принципе, у нас стоят компьютеры, пуфики, где мы тренируемся. Большой стол, называется остров, да? Который у нас, типа, должны готовить. Но еду мы привозят готовую. Можете, кстати, показать. Сегодня нам привезли соляночку, котлетка по-киевски. Тут у нас картошка с тоже мяском. Ну, естественно, редко такое получается, что мы привозят там жареную картошку, там, с грибами. Но бывает и такое. Как вы видите, вот здесь чипсики. Ребята и молодые могут позволить себе покушать вкусняшечки, да, разные, типа, чипсиков мы. В принципе, едим их не часто, потому что уже... Вот это сказка, друзья. А, это правда. Это сказка. Нет, почему? Ну, блин, приходится у вас подворовывать просто немного, и все. Вот Михаил сегодня подстригся, выглядит очень красивым. Ну, Мишка, покажись в кадр, ты реально очень красивый. Привет, ребят. Ты кушаешь... Что это такое за еда? Это солянка. Я вот нашел чистую ложку, у нас их немного осталось. Маленькую чистую ложку. Но вообще, я говорю, это полезно, да, чтобы помедленнее пережевывать. Да, помедленнее, пожалуйста. Да. Михаил, ну, пару слов о том, что происходит у нас там буткемпе, как вообще тренировочный процесс. Доволен ли ты? Вот мы неделю уже здесь. Ну, я доволен. Конечно, много всего есть над чем работать, но... В Гамбит у нас была отличительная особенность... Можно, Рэки, чуть быстрее, чуть быстрее. Отличительная особенность была в том, что мы приезжали на Лану и играли лучше, чем на тренировках. Если мы будем играть на Лану лучше, чем на тренировках, у нас все будет хорошо. Да? Да. Отлично. МС Михаил. Супер. Вообще, на самом деле, мы здесь периодически развлекаемся, потому что, ну, как-то, не знаю, подгоняем, прикалываемся, потому что уже потихонечку начинаешь мозг уже с ума сходить. Ну, реально, с утра до вечера контр-страйк, одни и те же люди. Вот, но мы уже на опыте, и надо, нужно держать контроль, дисциплину, это основное. Ладно, движемся дальше. Вот этот стол, здесь мы садимся, у нас здесь происходит командная конференция, командное общение, мы здесь обсуждаем план на день, какие у нас будут, там, тактики, расклады, фишки, ну, гранаты, короче, строим здесь планы, уже идем за компы, их уже там осуществляем. Так же, как вы видите, у нас тут лежат наши карты, мы, естественно, никому не покажем, что мы на них пишем, но смысл в том, что мы что-то на них пишем. Вот этот вот стул, мы его называем трон, потому что здесь может прийти, здесь вот так вот и посидеть спокойно, помедитировать. Рядом окошко, хороший вид, покажет здесь вот деревья. Это у нас балкон, ну, кто-то, мы не знаем, кто, иногда сюда может выйти, сделать перекур, но, в принципе, у нас мало, редко ребята курят, и здесь больше выходим для того, чтобы подышать свежим воздухом, сыграть, наверное, сыграл несколько праков, особенно если ты три карты подряд сыграл, естественно, хочется что-то поделать, бурное, сразу много эмоций, особенно если много информации, сложный был соперник, туда выходишь, можно здесь расслабиться, подышать воздухом, вот Флэмми очень любит, пошли, кстати, к нему подойдем. Еще, ладно, сейчас перед тем, как подойти к Флэмми, показать надо здесь, здесь шкаф, и здесь у него еще такая тишина, и бутылка Джек Дэнилс от фанатов, это подарили нам фаны, большое вам спасибо, если вы увидите этот ролик, мы еще пока ее не пили, ну, нужен повод, ребята, впереди три турнира, надеюсь, с хорошим настроением мы будем открывать, ну, мне здесь нравится, здесь реально довольно-таки очень прикольно, такой стиль, можно сказать, как это, хай-тек, наверное, да, и мне вот это вот по душе. В холодильнике у нас все очень простенько, меринда, мед, ну, тут какие-то тут штучки, там, вот, можно найти грейпфрут из хорошего, из вредного, не знаю, что тут можно найти масло, вот так, с очень скромненько, в самом деле, мы немного покупаем, в основном, ну, здесь вот, нам привозят иду, поэтому, ну, тот самый арбуз, который Денис у нас обрабатывал, походу, вот. Ну, что, вот прикольная стенка, где много разных фотографий, разных людей, нави, вот, по-моему, кстати, это Владислав, это Guardian торт, мы ему дарили, мы тогда, ну, мы тогда недолго играли еще вместе, и я помню этот день, было очень прикольно и весело. А вот, вот это, по-моему, моя фотка, да? А, нет, это хвост, вот хвост. На самом деле, очень душевненького сделано, Дэнди, а вот наша фотка, еще с Маркеловым, Сеня и Стариксом, круто. А вот Ванька заросший, бородатый, смотри. Ваня бородач. Супер. Старикс дает интервью. Ну, крутое такое у нас. Иногда можно подойти, настроение что-то не очень. На праке, на праке пососал. Подошел сюда, посмотрел. Ты думаешь, блин, все хорошо, я ведь аж дальше тренироваться. Здесь у нас, в принципе, тоже можно релакснуться, потому что здесь у нас тоже есть телек, здесь у нас вот такая вот для видеоигр. Я сам еще не играл, ребята играли, HTC, не знаю, можно у них спросить. Егор, Денис, уж играли в эти игры. Я не рад. Во что вы там рубились? Ты, кстати, я помню, в Америке себе покупал, говорили еще что-то. Я в квартире не играл. Не играл? Ты ее привез и не разговариваешь. Да, у меня нет одного производства. Ты реально показываешь, что тебе вот это все насрать. Нужен провод, ладно? Я хотел там, где же. Не, это, конечно, серьезно. Давай, кстати, кое-что покажем нашим подписчикам. Я думаю, наш спонсор HyperX будет очень довольный, будет приятно. Есть вот такая вот крутая клава, Aloe FPS Pro. Я о ней когда-то делал обзор на канал HyperX. Короче, это прикольная клава. Смотри, какая она когда-то открыт. Она просто небольшая и очень удобная. В самом деле, я еще... Ну и подземка прикольная. Я признаюсь, я еще не перешел на эту клаву, потому что долгое время играл на другое, но уже постепенно я начинаю на ней периодически поигрывать. Еще не определился на 100% с какой клаву поиграл в чемпионат. Кажется, с одной стороны, клава не так много имеет значения. Поверьте, она и много имеет значения, и поэтому нужно время, чтобы привыкнуть. Ну, здесь, в принципе, как и на первом этаже, то же самое. Туалет. Дальше мы движемся. У нас здесь... Ну, это очень похожая ситуация. Тут примерно в таком же расположении находятся комнаты. Тоже комнаты. У нас тоже Флэмми и Денис. Тоже тут происходит трэш. Не знаю. И тут надо им, конечно, посерьезнее здесь стилать. Тут не только сверху. Можно, нужно положить. Тут нужно уже делать что-то поконкретнее. Здесь у нас дальше идет ванна. Вот это отличие, да? По-моему, на первом этаже не было ванны. Да, или была? Не против внимания. Не был? Не помнишь? Не был. У нас тут здесь ванна. Кстати, мало кто знает. Допустим, Симпл любит принимать именно ванну. Он, когда он там переиграл, он там устал, он идет на полчасика, набирает себе водичку и лежит в ралаксе. Потом приходит, говорит, ребята, все, я успокоился, все хорошо, сейчас будем ебашить, вот в таком формате. Ну, здесь все то же самое. Здесь тоже там Денис Флэмин, мы здесь с Кейном, тоже мы можем здесь друг друга увидеть в туалете, если не закроем дверь. Поэтому, поэтому какая-то дверь все время закрыта. Ну, нашу комнату не буду бежать и застилать ее, и показывает, что у нас тут все хорошо. Ни хера у нас тут нехорошо. Тоже у нас тут пиздост творится. Реально, ну ладно, реально тут надо тоже подзастелить. Вот. Ну, что, сделаем еще доброе дельце. Вот здесь вот то, что хреново, здесь не работает Wi-Fi. Поэтому уже приходишь сюда и сразу ложишься спать. Ну, бывает, мы с Мишей разговариваем о чем-нибудь, о КСе, как правило, о том, как будем обыгрывать команды и все остальное. Вот здесь у меня есть тоже рифрук, конфетки. Можно иногда поточить. Кстати, многие спрашивают, где я купил такой рюкзак Джордан. Рюкзак действительно прикольный, я увидел его в Америке, в Лос-Анджелесе и купил. Вот вам вся история. Потому что в интернете ищем, найти не можем. Вот это не задорого, если не ошибаюсь. Так, ну что, движемся дальше. Вот здесь вот уже мы подошли тоже к интересному месту. Здесь у нас, мне очень нравится, что находится вот такая вот штука, как сауна. Вот. Там не жарко. Только не знаю, как тут точно свет. Тут душевая, туалет и сауна. А мы сюда физически ходим раз в три денька, раз в четыре. Мы ходим, паримся. Особенно Эдвард и Жека Юджин. Они любят ходить на турнички. Делать какие-то упражнения, пробежку. Иногда я к ним подключаюсь. И мы вместе потом приходим. Мы минут 20-30. Три захода такие, видишь, тут кресла, в которых можно порелаксировать. Ну и выходим сюда еще. Здесь тоже такой балкончик. Можно постоять, подышать воздухом. Это уже, как правило, часиков в 11 происходит, когда мы заканчиваем праки. Бывает такое, что ты пойдешь в сауну, порелаксируешь там, отдохнешь. Придет немножко времени и потом еще часа на 3-4 врываешься тренироваться. Потому что вот такой режим, если ты хочешь быть чемпионом, если ты хочешь быть лучшим, нужно все практически время отдавать в Counter-Strike. По-другому никак. Ну что, идем к ребятам. Мы пока сидим конфетку. Я надеюсь, что самое основное мы показали. Дорога на тренируйте. Я буду сейчас тоже уже играть в ДМ. У нас скоро праки. Основное, что хочется сказать, друзья. Ну, понятно, что поддерживайте нас и будьте с нами. Об этом мы говорим стабильно. Главное, наверное, другое. Я хотел вам сказать молодым игрокам, что если вы хотите стать чемпионом, если вы хотите стать киберспортсменом, то в принципе не важно, даже если или просто спортсменом, или как успешным бизнесменом, то самое основное это поставьте себе цель и все время к ней идите. Не останавливайтесь. Вот так, как паровоз. Что бы ни происходило, 10 лет я лично играл в Counter-Strike, чтобы выиграть первый чемпионат мира. Мне на это понадобилось. Симблухе уже 19 лет, вернее еще 19. Он уже играет в топовой команде. И у него есть все для того, чтобы выиграть чемпионат мира. Мы будем вместе уже идти к этой цели. Поэтому, молодежь, давайте, подключайтесь, все хорошо. Сейчас организации открывают разные академии. Мы просто так же будем открывать академию в перспективе. Все получится. Это был Даня Зевс. Ставьте обязательно лайки. Вы же понимаете, если вы ставите лайки, нам приятно. Много лайков. Подписывайтесь на канал. Мы для вас делаем контент. Впереди три турнира. Берем с собой оператора. Берем с собой всякие примочки, камеры. И будем делать крутой для вас контент. Обнимаю, целую. Был такой обзорчик буткемпа. Надеюсь, вам понравится. Пока.